Приветствую вас. Я могу сказать совершенно точно, что, с одной стороны, люди не стали бы воспринимать вас как маленькую, да, если бы вы действительно не были бы маленькой. То есть, если бы вы действительно были бы, к примеру, там, зрелой личностью и так далее. То есть, люди, они, ну, не стали бы так относиться к вам. Тот факт, что они относятся к вам таким образом, ну, говорит на самом деле о том, что, по-видимому, есть какая-то проблема. То есть, где-то в чём-то вы, вероятно, возможно, чувствуете себя неуверенно. Вот, где-то в чём-то как-то вы чувствуете себя действительно не в своей тарелке. И где-то как-то вас это задевает. То есть, знаете, вот вас задевает, вас задевает то, как обстоят дела, задевает то, как к вам относятся люди. Вот, и, на мой взгляд, это и есть одна из основных проблем. То есть, какая разница, кто и как к вам относится. Да, какая разница. То есть, главное, чтобы, чтобы дело было. Да, главное, чтобы процесс шёл. Если браться вперёд, то какая разница, как вас называют. Если вас это задевает, значит, вы действительно ещё не достаточно зрелая личность станете. По-настоящему, условно говоря, зрелую личность, да, это задевать не будет. Вот. Это первое, что я хочу сказать. Вот. С другой стороны, с другой стороны, очень важно, как вы себя ведёте. То есть, одно дело, если у вас просто вот в силу внешних данных, в силу каких-то вот особенностей, да. Одно дело, если у вас в силу этого не получается сразу себя поставить. И совсем другое, если вы ведёте себя каким-то образом, да, вот таким образом, что люди к вам относятся фамилиарно. Это совсем, как бы, разные. Это совсем разные истории, это совсем разные моменты. Вот. Точно вам какого-то одного решения вашей проблемы, ну, лично мне не видится. Почему не видится? Потому что не совсем понятно, чем вызвано, да. То есть, ну, обычно, вот, обычный внешний вид на людей так не влияет. То есть, видимо, возможно, да, есть, есть, есть что-то ещё у вас, возможно, есть ещё какие-то моменты, которые вы не рассказали нам. Вот. Скорее всего. Я так думаю, я так думаю, что есть какие-то моменты, которые вы не приснили. Опять же, да, я в этом не уверен. Просто вот могу сказать, что вот ситуация, она такая. То есть, как бы, дыма без огня, она не бывает, не бывает дыма без огня, и если это происходит, значит, у этого есть свои основания. Какие-то. Вот. Чтобы добиться более уважительного официального отношения к себе, ни в коем случае нельзя реагировать на подобное обращение. То есть, если вы реагируете на это, значит, у вас это задело, соответственно, к вам будут уже, ну, соответствующие отношения. Вот. То есть, ни в коем случае нельзя, вот, позволять себе реагировать как-то. Вот. Это первое. А второе, второе, это, наверное, то, чтобы вы ориентировались исключительно на процесс, что это исключительно на то дело, которое у вас есть с этими людьми, да. Вот. И демонстрировали всяческое игнорирование того, что к вам обращаются как-то. То есть, только дело, только вот упор на деловую какую-то историю, упор на деловые моменты. Вот. Только это вам, в принципе, может помочь, и только это может других людей мотивировать на то, чтобы уважительно к вам относиться. Вот. Других вариантов нет, к сожалению. Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Сколько вам 30 лет, то, соответственно, можно проанализировать ваше поведение, да, можно посмотреть, почему так происходит, да. То есть, возможно, действительно, у вас в поведении есть что-то такое, что спровоцирует людей на такое отношение к себе. К вам, то есть, к вам. Вот. Вот так вот, в принципе. Давайте сейчас, значит, так. Как добиться более уважительного, официального отношения ко мне людей? А зачем? Знаете, вот, вы говорите, добиться более уважительного, знаете, как сказать? Добиться уважения можно только за ступками. То есть, добиться уважения нельзя, к примеру, требованием. То есть, если вы будете требовать, вы ничего не добьетесь. Как раз таки. Вот. То есть, именно требовать не имеет смысла. Бесполезно требовать. Можно только делать, действовать, добиваться успехов, чтобы люди относились к вам уважительно. Но, опять же, все это имеет смысл, если вы занимаетесь своим делом, если вам нравится то дело, которым вы занимаетесь, если оно вас привлекает, если оно вас действительно радует. Вот. Только в этом случае можно говорить о том, что вы, значит, ну, действительно, реально добьетесь уважения. Но, и на мой взгляд, ориентироваться на уважение, как вот, ну, как таковое, да, не совсем правильно. Потому что уважение других людей, это, по сути, как бы, такой момент, да, уважение других людей, такой момент, что вы, как бы, вынуждены, вы вынуждены будете ориентироваться на них. То есть, не на себя вы будете ориентироваться на них. Вот. А это, в свою очередь, прямой путь к тому, чтобы потерять себя. То есть, вы можете себя потерять. Это, на мой взгляд, является абсолютно недопустимым здесь. Вот. Поэтому, смотрите, если есть какие-то проявления вашей неуверенности в себе, да, то есть, если есть вот что-то, вы говорите, что это только последние два года происходит. Вот. А что изменилось? Если раньше этого не было, да, то что произошло? Что изменилось? Вот. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент, мне кажется. Вот. И мне кажется, что это нужно поисследовать. Вот. Для того, чтобы понять всю ситуацию в целом. Вот. Вот. А если перебросить немного, то взрослому человеку, именно взрослому человеку, не важно, как к нему относятся другие. То есть, для него важно дело. Вот. Вот. Вот так ведет себя взрослый человек. Вот. Соответственно, вам нужно подумать в этом же направлении. Это отношение задевает как раз таки людей неуверенных, пребывающих еще в такой формирующейся стадии, да, когда им нужно одобрение какое-то, когда им нужно подкрепление какое-то со стороны, со стороны, ну, других, да, более-более таких условно опытных, опытных людей. Вот. То есть, ну, просто вот, чтобы вы понимали, да, как обстоят дела. Вот. Мне кажется, так вот, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что вы смогли сделать у себя какие-то выводы. Вот. Мне кажется, что у вас есть, может быть, есть страх какой-то. Страх, что вы, например, недостойны своего места. Страх, что вы недостойны занимать, например, ту должность, в которой вы сейчас находитесь. Вот. Такое у меня возникло ощущение, такое у меня возникло чувство. Вот. Вот. Если я прав, то в первую очередь вот с этим вот, с этим вот ощущением того, что вы недостойны, с этим ощущением того, что вы недостойны, и нужно в первую очередь работать на самом деле. Вот. Вот это, опять же, во многом нависит от того, насчёт, ходите ли вы это делать. Вот. Это во многом нависит от этого. Ходите ли вы, там, к примеру, ну, работать над собой. Вот. Если хотите исследовать себя, узнавать себя, да, то, соответственно, здорово вам, ну, мы вам поможем. Вот. Если нет, то, как бы, ну, так, если вы, условно говоря, ищете такой вот простой вариант какой-то, да, то это, конечно, этого, конечно, недостаточно. Вот. Потому что за один ответ сложно будет скорректировать то, что у вас, вероятно, там, длится годами. Вот. Подумайте, че, по поводу своей деятельности, да, то есть, вот, чем, чем вы занимаетесь, а, подумайте, на что вы тратите, ну, свои ресурсы, вот. На что вы используете свои силы? Вот ради чего вы этим занимаетесь? То есть, вы это делаете ради себя, или вы постоянно пытаетесь доказать кому-то что-то? То есть, если вы пытаетесь кому-то что-то доказать, да, то это означает, что, скорее всего, то, чем вы занимаетесь, да, не является полностью вашим. То есть, это не так прям, что страшно, вот, сильно, но, отчасти, именно поэтому вы чувствуете себя негативно, именно поэтому, потому что занимаетесь не тем, что ваш. Вот, опять же, хочу сказать, да, то, что, вполне как бы могу ошибаться, вот, вполне могу быть не прав, вот, не претендую на истину, ни в коем случае, просто пытаюсь выжать максимум из того, что вы написали. Надеюсь, вам это будет интересно и полезно. Вот, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам, буду рад прояснить моменты, которые вас интересуют, вот, буду рад вам ответить и помочь. Вот, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам вам, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.